Музыка Кузнецы, повара, учителя, плотники, врачи, школьники А вот я сочиняю сказки И не было бы у меня сказочных, не сидели бы сейчас в зале И никогда бы не узнали историю о мальчику по имени Кай, который... Ах, как много я знаю сказок Если бы я рассказала вам каждый день по сто сказок То даже через сто лет я рассказала вам только сотую часть моего запаса Сегодня я расскажу вам сказку о Снежной королеве Эта сказка и грустная, и веселая, и веселая, и грустная Ну вот, кажется, и все Ах, да, самое главное Мне прискучилось все время рассказывать и рассказывать сказки Сегодня я буду показывать вам сказку И не только показывать, я сам буду участвовать во всех приключениях Вы сможете, как такое может быть? Да, очень просто Моя сказка, я, мои хозяева, что хочу, то и делаю Итак, мы начинаем СНИ, СНАП, СНУРАЙ, БУРЫЙ, БАЗИЛЮРЫЙ СНИ, СНАП, СНУРАЙ, БУРЫЙ, БАЗИЛЮРЫЙ СНИ, СНАП, СНУРАЙ, БАЗИЛЮРЫЙ Стой! Что такое? Кажется, ступень не скрипят Погоди. Да, и как весело не скрипят, когда соседка шла жаловаться, что я купился в школу к нему. Но не скрипели, но все не правда. Да, уже тогда они ворчали про собаки. А теперь тогда идет наша бабушка? Ступеньки поскрипывают, как скрипочки. Ну, ну, бабушка, садай! Ну, ну, бабушка, садай! Да, не надо ее торопить, мы живем под самой книжной. А она уже старенькая. Еда, она далеко, она не слышит. Ну, ну, бабушка, садай! Уже чайник закипел! Уже чайник зашумел! Вот-вот, она вытирает ноги об обе. Да, да, слышишь, она разливается в увешанке. Зачем это она случит? Она ведь знает, что мы не запираемся. Она нарвошена, она нас хочет напугать. Не обещай, молчи! Давай спрячемся! Давай! Да, 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 да! Какому? Что-то это бессмысленно. Невоспитанные дети. Я вас спрашиваю, что это бессмысленно. Отвечайте же, невоспитанные дети. Простите, но мы воспитанные? Мы очень-очень воспитанные. Здравствуйте, садитесь. Воспитанные дети А, не бегают на четвереньках, В, не вопятят кап-кап, В, не кричат буху, и В, не бросаются на незнакомых людей. Но мы думали, что вы бабушка. Здорово, я совсем не бабушка. Где розы? Ну, а ты не... Э, что-то сподобающе не хочет, пожилые розы. Слушай, Кай, я боюсь его. Кто это, зачем он к нам пришел? Чего он хочет от нас? Подождите, я сейчас прошу. Стоп! Чего вы хотите от нас? Воспитанные дети не задают вопросу старшим. Они ждут, пока старшие сами не зададут им вопрос. Так задайте нам вопрос, не хотим ли мы узнать, кто вы такой. Здорово. Кай, ты им не честное слово, что это зло волшебное. Гер, ну честное слово нет. Увидишь. Сейчас из него пойдет дым, и он начнет лутать по комнате. Или превратить тебя в козлевку. Я не дамся. Да ладно, что это. Увидно. Что вам угодно. Вот это он только кашляет. Я думала, он уже начал. Дети, чья это зуба везет вперед? Бабушка, бабушка, царелись, гони сюда. Здравствуйте. Не выходите, я с Морозом. Уже идут. Здравствуйте, хозяйка. Здравствуйте, господин. Коммерческий советник. Долго же заставляете себя ждать, хозяйка. Ну, господин советник, я же не знала, что вы придете. Это не важно, не оправдывайтесь. Вам повезло, хозяйка. Вы видны? Разумеется. Присаживайтесь, пожалуйста. Это не важно. А я, пожалуй, присяду. Набегалась сзади. Можете сесть. И так повторяю, вам повезло, хозяйка. Вы видны? И да, и нет. Деньгами я не богата, а вот... А остальное вздор. И так перейдем к делу. Я узнал, что у вас среди детьми расцвел розовый куст. Я покупаю его. Ну, этот куст ровно что подарок, господин советник. Вздор. Ну, наш друг-сказочник, учитель моих ребятишек, уж так ухаживал за этим кустом. Он и посыпал его порошками, и перекапывал землю, он даже пил ему песни. Вздор. Ну, спросите у соседей. После всех его забот, благодарный куст зацвел. И этот куст продавать? Какая хитрая старуха. Молодец, набивайте цену. И так, сколько? Ну, этот куст не продается. Но, любезная, не задерживайте меня. Вы правильный. Да, господин советник. Я стираю белье, я пеку пряники, ухаживаю за больными, уборюкиваю самых непослушных детей. Многие говорят, что у меня золотые руки, господин советник. Вздор. Начнем сначала. Вы, может быть, не знаете, кто я такой? Я богатый человек-хозяйка. Сам король знает, как я богат. Он наградил меня медалью за это, хозяйка. Вы видели подшипку в год на статусе лед? Лед, ледники, холодильники, подвалы, набитые в дом. Все это мое, хозяйка. Лед сделал меня богачом. Я все могу купить. Сколько стоят ваши розы? Я не продам его. А вы продадите. А вот ни за что. Здоров. Вот вам 10 таймеров, берите живо. Нет. 20. 30. Не возьму. 50. 100. Нет. И 100 мало. Ну хорошо, 200. Этого на целый год хватит вам и этим гадким детям. Это хорошие дети, господин советник. Здоров. Вы подумайте, только 200 таймеров за самый обыкновенный розовый курс. Это не обыкновенный курс, господин советник. Вначале на его веточках появились маленькие бутончины. Потом они расцвели, и вот цветут, и не отцветают. За окном зима, господин советник. А у нас лето. Здоров. Если бы сейчас было лето, лед поднялся в реценет. Я не продам его. Да ведь это бунт. Сегодня вы скажете, что деньги ничего не стоят. Завтра, что богачи и почтенные люди ничего не стоят. Вы решительно отказываетесь от денег? Есть вещи, господин советник, гораздо более важные, чем деньги. В таком случае вы, вы сумасшедшая старуха, вот кто. А вы, вы невоспитанный старик. Как я вас заворожу, вы не дадимся. Ладно, это вам даром не пройдет. Бабушка, он все-все уважает. А вы решите на нее, как вы. Кань. Как мне хороший человек. Я, а, отомщу, б, скоро отомщу, и в, страшно отомщу. Я отойду до самой королевы, вот вам. А, господин сказочник, сочините сказок, над которым все издеваются. Это все ваши шутки. Это и вам даром не пройдет. С них сна в сну. Здорово. Здравствуйте, бабушки. Здравствуйте, дети. Вас огорчил коммерцией советник. Не обращайте на него внимания. Что он может вам сделать плохого? Посмотрите, как вместе закивают розы своими головками. Они как будто бы говорят, все хорошо. Вы с нами. Мы с вами. И мы все вместе. Увидим надолго ли. Бабушки, дети, все хорошо. Он ушел. Совсем ушел. Я вас очень прошу. Давайте поскорее. Ну, он хотел унести нашу розы. Но мы не дали. Молодцы. Ну что, твои дети. Ничего. Говорите правду. Ну, хорошо, я скажу. У меня все-таки немного страшно. А, водка. Значит, вам все-таки немножечко страшно. Нет, но я ведь, децо, сказал, что это дедушка на королеву. А какой королеве он говорил? Я думаю, что он говорил о снежной королеве. Он с ней большой дружбе. Ведь она проставляет у него. Ой, кто-то стучит в окно. Мне не страшно, но все-таки скажите, кто-то стучит. Дедушка, не бойся. Это метель разыгралась. Пусть только снежная королева зайдет нам в дом. Я сразу послажу вон на ту печь. И она растает. Верно, мальчик. Снежная королева не посмеет войти сюда. С теми, у кого горячее сердце ей ничего не поделит. А вы видели снежную королеву? Видел. Когда? Это было очень давно. Ваше не было на свете. Расскажите. Хорошо. Но потом мы беремся за работу. Вы сделали все? Да. Все на одного? Расскажите. Хорошо тогда послужили все интересные истории. Слушайте. Было это давно. Очень давно. Тогда я был еще маленьким мальчиком. Моя мама. Так же, как и ваша бабушка. Хотела работать к чужим людям. И возвращалась с работы очень-очень поздно. Однажды она задержалась на работе дольше вышла. Сначала я спокойно ждала ее. Но когда свеча догорела и потухла, стало совсем грустно. Я потихоньку оделся, замотал шерешатом и выскочил на улицу, чтобы встретить маму. На улице было тихо-тихо, так тихо, как бывает только зимой. Я сел на крыльцо и стал ждать. Вдруг, как засвистит ветер, как пойдет снег. Казалось, он летел отовсюду. И в стену, и с подворот. И вдруг одна маленькая снежинка стала расти, расти, расти. И превратилась в прекрасную женщину. Это была она? А как она была одета? Она была в белом, с головы до ног. В ее руках была белая большая муфта. На груди сверкал огромный бриллиант. Кто вы? Закричал я. Я снежная королева. Хочешь, я заберу тебя с собой? Поцелуй меня. Не бойся. Нет! Закричал я. И отстываю. Какое было, знаете ли? Чемки? Это там очень подъём? Вы? Подъемposу. Вы? 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 Это кто? Простите, я стучала, но меня никто не слышал. Бабушка сказала, это смех. Нет, я стучала в дверь, как раз тогда, когда у вас богосвет. Я испугала вас. Ну вот, не капельки. Я очень рада. Ты смелый мальчик. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, госпожа. Можете называть меня баронессой. Здравствуйте, госпожа баронесса. Присаживайтесь. Благодарю вас. Я... Давайте прикрою окно. Меня это нисколько не беспокоит. Я пришла к вам по делу. Мне рассказывали о вас. Говорят, что вы очень хорошая женщина. Работящая, честная, но бедная. Не угодно ли чаю, госпожа баронесса? Нет. Ведь он горячий. Мне говорили, что несмотря на свою бедность, вы держите приемы шаги. Я не приемы. Все так, как говорит мальчик, госпожа баронесса. Но мне говорили так. Девочка, ваша внучка. А мальчик? Да, мальчик мне не внук. Но он был совсем маленький, когда умерли его родители. И он остался совсем один на белом свете. И я взяла его себе. И теперь он такой, что мне родной, как и мои покойные дети. И моя родная внучка. Эти чувства делают вам честь. Но вы совсем старая и можете умереть. Бабушка вовсе не старая! Бабушка не может умереть! Тише! Когда я говорю, все должно умолкнуть. Поняли? Итак, я беру вас, мальчика. Что? Я одинокая, богатая. Детей у меня нет. Этот мальчик будет у меня вместо сына. Вы, конечно, согласитесь. Это выгодно вам всем. Бабушка, бабушка, не отдавай меня, дорогая. Я ее не люблю. Роза, ты и то пожалела. А я ведь целый мальчик. Я умру, если она возьмет меня к себе. Бабушка, если тебе трудно, я буду зарабатывать. Разносить газеты, скрипать снег, носить воду. Ведь это все платье. Бабушка, а когда ты совсем состаришься, я куплю тебе мягкое кресло, очки и интересную книжку. Мы с Гердой будем работать, а ты отдавать. Бабушка, бабушка, не отдавай его, ну пожалуйста. Да что вы, дети, ни за что. Вы слышите? Не надо так спешить. Подумай, Кайя. Ты будешь жить во дворце, мальчик. Сотни верных слов будут повиноваться каждому твоему слову. Там? Там не будет Гердой. Там не будет бабушки. Я не пойду к вам. Молодец. Молчите. Простите меня, госпожа Баронесса, но я не отдам вам мальчика. Ведь он вырос у меня на руках. Он первое слово, которое он сказал, было огонь. Огонь? Первые шаги он сделал вот здесь. От кроватки к печке. Печке. Да, он иногда шарит, иногда огорчает меня, но чаще радует. Это мой мальчик, и я не отдам его вам. Ну хорошо, пусть будет по-вашему. Эти чувства делают вам честь. Но поцелуй меня на прощание. Ты не хочешь? Не хочу. Ах, вот как. Я-то сначала думала, что ты храбрый мальчик, а ты, оказывается, трус. Я вовсе не трус. Ну тогда поцелуй меня на прощание. Не надо, Кай. Деда, ну я вовсе не желаю, чтобы она думала, что я боюсь баронес. Всего хорошего. До свидания, господа. До скорой встречи. Какой ужас. Это была она, снежная тролева. Да полно вам сказки рассказывать. Кай, чего ты смеешься, Кай? Смотрите, наши росты завяли. А где они стали безобразной гадкой формы? Смотрите, как бабушка идет. Это прямо к уткам и бабушка. Кай! Если ты зоревешься, я делаю тебе за мастер. Кай, я не узнаю тебя. А кашку все не надоели. Да, она и понятна. Живем втроем, что как вы нырели. Кай, что за тобой? Она, снежная тролева. Деда, почему же вы не сказали? Кай, я не мог, говорите. Она протягивала по мне ногу. Ты прямо ее не забывала, а не забывала голову голову голову. Но я запрятывался и... Все. Кай, ты говоришь, как садень. Ну и очень хорошо. Да, Деда, давайте-ка, побываться и спать. А то бы раскопрессичнее. Давай. Мамушка, мальчик, я хочу с ночной спать. А я буду спать. Ну, какая-то непрасивая, как-то макшу. Знаете ли вы, что случилось с нашим мальчиком? Когда моя мама узнала, что мне хотела посыпать снежная королева, она сказала, что хорошо, что я не позволила ей этого сделать, потому что у человека, который поцелует снежная королева, Заледеневает сердце и превращается в кусок. Вернее нашего Кая, в ледяное сердце. Этого, этого не может быть. Завтра он проснет за таким же домом и хорошим, как был раньше. А если нет? Ах, не этого я ждал. Что же делать? Как плыть? Как плыть дальше? Мамушка! 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 Как пропал! Вот теперь-то я понимаю, что такое одна. Никто мне не скажет, Герда, хочешь есть. Никто мне не скажет, почему ты сегодня такая грустная. Когда встречаешь людей, там все-таки немного легче. Они расспросят, поговорят, иногда накормят даже. А эти места такие безлюдные. Иду я с самого рассвета и никого еще не встретила. Попадаю все на дороге домики, но они все заперты на замок. И в садиках пусто, и в огородках тоже. Что это значит? Да, я все поднимаюсь. Здравствуйте, барышня. Здравствуйте, сударь. Просите, вы можете принять у меня палку? Что бы, нет. Ха-ха-ха. Приятно слышать. А камни? Нет, нет, не отверяю вас. Ха-ха-ха. А кирпичом? Конечно, нет. Ха-ха-ха. Позвольте, почтите, что мы дарим вас за вашу удивительнейшую учтивость. Красиво я говорю. Очень сумел. Ха-ха-ха. Это все от того, что я вырос в парке королевского дворца. Я почти шуткили дворный ворон, а не место мое, стоящая дворная ворона, запитается объектами из королевской кухни. Вы не здешняя, конечно. Да, я пришла издалека. Я сразу догадался, что это да. Значит, мы знаем, что мы опустели все дома в придороге. А почему они опустелись, Уля? Я надеюсь, ничего плохого не случилось? Ха-ха-ха. На против, в том церкви, в стране, в стране, в мир на весь мир. Все отправились туда, но прошли вращения, ничего выключены. Говорите, я добрый вор, а вдруг я смогу помочь? Как? Если бы мы могли помочь найти мне этого мальчика? Мальчика? Говорите, говорите, это интересно, крайне интересно. Видите ли, я ищу мальчика, с которым я вместе выросла. Мы жили так дружно. Я, он, наша бабушка. Но однажды, это было прошлой зимой, он взял свои самки и пошел на городскую площадь. Там он привязал свои самки к большим сеням. Но мальчики так часто делают, что вы хотите побыстрее. В больших сенях сидел человек белыми хомашубами и белой шапками. И два мальчика с тем, кто взял свои самки к большим сеням, как человек, когда он умерялся. В поле романулись, они понеслись, и больше никто никогда не видел мальчика. Имя этого мальчика... Кай, Крак, Крак. Откуда вы знаете, что вы зовут Кай? А вас зовут Гердер. Да, меня зовут Гердер. Откуда вы все что знаете? Наша родственница Сорока, ужасная стрельница, знает все, что происходит на свете. И все равно вы же придете к нам на хвосте, как узнали мы и вашу историю. Значит, вы знаете, где Кай? Отвечайте, женщина, учите. Крак, крак. Сонок вечеров подряд мы релили и судили, и гадали, и думали. Где же Кай? Где он? Так и не додумались. Вот и мы тоже. Целую зиму ждали у Кая, а весной я ушла его искать. Бабушка спала еще, я ее поцеловала на прощание и ушла. Она, наверное, звучит много. Да, Сорока рассказывает, что ваша бабушка крайне, крайне говорит, что страшно не стоит. А я столько времени потеряла напрасно. Вот уже целое лет начну я его, и никто не знает, где он. Что такое? Давайте я вам послушаю. Да, иди сюда, да.